Дорогие коллеги, хочу сказать сразу, что я немного волнуюсь, потому что это первый раз в моей жизни, когда я выхожу делать не научный, а исторический доклад, да еще о ком, о самом Леоне Абгаровиче Арбели. Я, честно говоря, никогда бы не решилась на это, на такую наглость, скажем так, но не смогла ответить отказом на настойчивое приглашение Михаила Леонидовича. Конечно, я не претендую на полноту изложения фактов, сфокусируюсь лишь на демонстрацию экрана. Нет, не полный экран. Не полный, горит полный. Нет. Ну ладно, нормально. Я сфокусируюсь лишь на нескольких направлениях, аспектов, которые в большей степени близки к моей тематике, то есть гипоболической гипоксии. Не сочтите за крамолу сказать в этих стенах, в стенах Института эволюционной физиологии, основанного Леоном Абгаровичем, о том, что он также являлся основоположником не только эволюционной физиологии, но и другой очень важной и интересной науки – это физиология медицинно-экстремальных состояний. Впервые с гипоксией Леон Абгарович столкнулся во время своей двухлетней поездки в Европу. Иван Петрович Павлов отправил Леона Абгаровича в зарубежные лаборатории на прохождение стажировок. И в том числе он работал в лаборатории Лэнгли в Кембридже и тесно общался с Баркрафтом, одним из классиков теории гипоксии. И в лаборатории Баркрафта он, в общем, увлекся этими исследованиями и сам принимал участие в исследованиях Баркрафта. Лев Германович Лепсон говорил об этом, что совместная работа с Баркрафтом ввела Арбели в круг вопросов, которыми в лабораториях Павлова не занимались. Вот этот круг вопросов и был реакцией на гипоксию. Однако, вернувшись в Петербург, Леон Абгарович опять полностью погрузился в исследования по тематикам Ивана Петровича вплоть до 1925 года, которые, как мне кажется, можно считать отправной точкой создания, основания новой науки физиологии и медицинно-экстремальных состояний. В 1925 году Леон Абгарович возглавил кафедру физиологии военно-медицинской академии после скандального ухода Ивана Петровича с этого поста. Скандального, потому что Иван Петрович ушел в отставку демонстративно, чтобы выразить свое отношение к новым введениям в академии, согласно которым дети священников не принимались для учебы, обучения в военно-медицинской академии. Возглавив кафедру, Леон Абгарович, с одной стороны, сохранил и продолжал развивать научные идеи, которые были заложены участниками на этой кафедре, но также он сразу поставил перед коллективом кафедры задачи решать практические вопросы, стоящие перед военной медициной, поскольку, будучи военным врачом, он как никто понимал, что военный труд – это некая специфическая сфера, которая предъявляет особые повышенные требования к здоровью и работоспособности военнослужащих в условиях действия экстремальных факторов. Соответственно, сразу в работе кафедры появились различные направления, которые были призваны решать задачи с целью повышения обороноспособности Красной Армии. Сам Леон Абгарович формулировал это так. Использование предшествующего опыта кафедры в сторону новых диктуемых жизнью задач, ввести новые методы исследования, создать новые установки, найти новые пути. И, соответственно, одним из первых направлений стало изучение дыхательной функции крови, то есть, собственно, вопроса, к которым он прикоснулся в лаборатории Баркрафта. И это дало возможность подойти к другим важным вопросам военного труда, таким как физиология водолазного дела, подводного плавания, высотных полетов, в том числе в стратосферу, и пользование противогазами. Одно из важных направлений, связанных, так сказать, с вопросами, в том числе и гипобории, гипоборической гипоксии и другими, это активные исследования с целью подготовки полетов в стратосферу. Леон Абгарович не просто с коллегами занимались этими вопросами, но он фактически возглавлял и планировал, как бы ставил задачи вот этих исследований. И благодаря успешным результатам удалось совершить в 1933 году успешный полет в стратосферу, который поднялся на рекордную тогда высоту, 19 километров, и Леон Абгарович был награжден знаком почетным активистом ОСАВИАХИМ СССР. В 1935 году, выступая на Всесоюзной конференции по изучению стратосферы, Леон Абгарович выступил с докладом, который содержал целый план научно-исследовательской работы по вопросу влияния стратосферных условий на организм человека и по повышению устойчивости к неблагоприятным факторам и поиску путей преодоления каких-то трудностей, которые не позволяют совершать успешные полеты на большие высоты. В частности, это необходимость разработки скафандров, стекол для защиты глаз, средств защиты от космических лучей и путей преодоления вредного воздействия ускорения или повышения устойчивости к ним. В 1939 году было построено специальное здание баролаборатории, которое содержало и как гипоабарические камеры, так и гипербарические камеры. И эта баролаборатория активно работала для решения актуальных задач авиационной и морской медицины. К сожалению, очень многие из этих исследований... Здание баролаборатории было построено военно-медицинской академией, и многие из этих исследований имели гриф ДСП, то есть для служебного пользования. Может быть, именно поэтому они остались в значительной степени неизвестны широкой научной общественности. Однако позволяли решать конкретные практические задачи. Здесь нельзя не сказать несколько слов о Михаиле Павловиче Брескине, который был соратником Леона Абгаровича, и как раз он был большим специалистом именно по барокамерам. Именно его усилиями была создана баролаборатория, и далее создана кафедра лаборатория сначала авиационной медицины, потом кафедра авиационной медицины и кафедра физиологии военного труда. И можно сказать, что Михаил Павлович создал некую основу для успешного развития космической медицины. И, собственно говоря, об этом так говорится в статье заведующего кафедрой, ныне вот этой кафедрой, созданной Михаилом Павловичем Брескиным, Андрея Александровича Благинина, который говорит о том, что Михаил Павлович заложил фундамент в развитии авиационной космической медицины в нашей стране и стал одним из основоположников развития школы авиационной медицины, военно-медицинской академии. Но не только военно-медицинской академии, конечно же. И прямую линию к космической медицине можно проследить, основываясь на том факте, что Олег Георгиевич Газенко был учеником Михаила Павловича Брескина. И, собственно говоря, все вы знаете, конечно, как много Олег Георгиевич сделал для развития космической медицины и решения медико-биологических проблем космонавтики. И сейчас благодаря этому мы имеем целый успешно работающий институт, институт медико-биологических проблем в Москве. В годы Великой Отечественной войны до 1943 года был некий перерыв в этих исследованиях, но с 1943 года, собственно говоря, исследования возобновились, решались практические вопросы, ставшие перед военно-воздушным флотом, медико-биологическое обеспечение здоровья и работоспособности летчиков, проблемы гипоксии, действия больших ускорений. Естественно, эти задачи, как бы их важность нарастала в ходе научно-технического прогресса, потому что именно создание новых самолетов, новых технических устройств и возможностей требовали большего ресурса адаптационного от организма летчиков и водолазов. Соответственно, вот здесь хотелось бы тоже сказать, что помимо, так сказать, исследованиями, направленных на авиакосмические направления, велись очень интенсивные исследования по физиологии водолазного дела. Это, в частности, наверное, было связано с тем, что Рубен Абгарович Арбелли занимался водолазным делом и, в общем, вдохновлял брата на решение проблем, стоящих перед водолазами. И благодаря этим исследованиям удалось установить несколько мировых рекордов. И, собственно говоря, об этом и пишет Евгений Михайлович Крепс. Вот в этих работах основные коллеги, которые эти работы проводили, это Евгений Михайлович Крепс и Александр Павлович Брескин. Значит, чтобы получить представление о публикациях, которые были вот в открытой печати Леона Абгаровича, можно посмотреть его, так сказать, сборник трудов, избранные труды, четвертый том, он содержит раздел «Физиология экстремальных состояний». Там, в частности, приводится детальный план научно-соединской работы, о котором я уже говорила, по влиянию стратосферных условий на организм. Также статья Леона Абгаровича «Нервная система при пониженном давлении» и целый ряд публикаций, касающихся механизмов лучевой болезни и действий ионизирующих излучений на организм. Это связано с тем, что здесь у Леона Абгаровича был личный болезненный интерес, связанный с тем, что его дочь, радиофизик, получила большую дозу облучения и скончалась от лучевой болезни. Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов об учениках и коллегах Леона Абгаровича, которые позволят мне перекинуть мостики в современное состояние по проблеме. И начать мне бы хотелось с Зоей Ивановной Барбашовой. Это одна из любимых учениц Леона Абгаровича, не побоюсь это сказать так. И она была, в частности, с ним рядом даже в самые сложные для него годы. Это годы гонений после Павловской сессии. Она один из немногих людей, которые входили в ближний круг Леона Абгаровича, всегда была вхожа к нему в дом и очень за него переживала и боролась для того, чтобы попытаться в годы гонений как-то ему помочь. Зоя Ивановна является ведущим специалистом по физиологии адаптации к экстремальным факторам, в частности, к гипоксии. В особенности горной гипоксии у нас в институтской библиотеке хранится ее кандидатская диссертация. Вот вы видите фотографии. Толщина примерно 7 сантиметров. Я не посмотрела, сколько страниц, но это фундаментальный труд. Она защитила диссертацию в 1940 году. Диссертация называлась «Материалы к проблеме акклиматизации, к низким парциальным давлениям кислорода». И она провела огромное сравнительное исследование. И читая эту диссертацию, просто я не уставала поражаться ее прозорливости, потому что сейчас с позиции современных знаний мы можем уже, понимая механизм, можем объяснить те факты, которые заметила и описала она. В частности, ей впервые была экспериментально доказана возможность этой гипоксии. Вообще, надо сказать, я не буду сейчас детально читать, потому что я понимаю, что времени мало. Я только скажу, что именно Зоя Ивановна является основоположницей теории борьбы за кислород, которая получила условно говоря название. Она описала различные уровни адаптации, перестроек адаптационных. Все это она тоже описала в своей докторской диссертации, которая была опубликована в виде монографии. И, к сожалению, я ее так не удалось найти, и в вашей библиотеке почему-то тоже нету, хотя она защищалась в вашем институте. Кроме того, Зоя Ивановна вела огромную научно-организационную деятельность. В частности, она возглавляла советскую часть секции в программе адаптация человека. Кроме этого, мне бы хотелось сказать еще одном соратнике Леона Абгарыча. Это Георгий Ефимович. Как мне ее сложить вниз? Зоум сейчас остановился, но надо показ забыновить, демонстрацию экрана. Говоря, возвращаясь к вопросу о Зое Ивановне, пока не в качестве доклада, пока я жду сигнала, хочу сказать, что многие специалисты отмечают то, что она, конечно, намного опережала свое время. То есть в своих исследованиях она предсказала дальнейшие тренды. Но мы еще вернемся к этому вопросу. Во-первых, у меня компьютер сам что-то делает. Это Игорь Владимирович управляет вашим компьютером. Все хорошо. Просто тогда демонстрацию опять запустить. Все, можете переключить. На демонстрацию. Да, есть очень слабо. Да, спасибо. Значит, Георгий Ефимович Владимиров. Это известный отечественный биохимик, основоположник функциональной нейрохимии. Он работал с Леоном Абгарычем в военной медицинской академии и заведовал кафедрой биохимии. Поскольку Леон Абгарыч всегда подчеркивал необходимость развития биохимических исследований, он поручил Георгия Ефимовича заниматься вопросами биохимических реакций на гипоксию. И Георгий Ефимович с 1936 по 1940 год осуществил несколько экспедиций на Эльбрус. И, собственно, им были описаны основные биохимические реакции на гипоксию. И в частности, описано, что при гипоксии возникает ацидоз. И, более того, предложены пути к нейтрализации этого ацидоза применением хлористого аммония. Более того, сам Георгий Ефимович тоже работал в барокамерах и сам вставил эксперименты на себе. В частности, хорошо известно... Хорошо известно, что он провел со своим коллегой ночь на вершине Эльбруса и, так сказать, под тщательным наблюдением биохимических показателей взятия проб. И потом, позднее, он повторил по возвращении эти опыты в барокамере. За эти работы, конечно, он и его коллектив были награждены. И вот тоже интересный документ, найденный в архивах Владимирова в Военно-медицинском музее, тоже на одном из своих коллег, они как бы ставили эксперимент о том, как меняется почерк на различных высотах в барокамере. Вот как бы испытуемый Латернер не смогла найти, кто это. Но, возможно, кто-то из коллег Георгия Ефимовича, вот его поднимали, и, начиная от высоты 5000 метров, то есть 5 километров, вот здесь я попыталась расшифровать симптомы, которые он писал, как он себя чувствовал, то есть он поднялся до 8 километров, и тут, очевидно, вот здесь вот после ввода кислорода, то есть вдохнул кислород, когда уже совершенно не мог писать. То есть видите, насколько разборчивость почерка тоже меняется. И дальше о последователях Леона Абгаровича, которые не работали с ним, но, тем не менее, смысловая преемственность наблюдается. Леон Абгарович замечал, что устойчивость к одним факторам может также являться устойчивостью к другим, но саму эту мысль додумал Феликс Залманович Мейерсон. Он как бы детально исследовал этот вопрос и ввел понятие перекрестной адаптации или кросс-толерантности. Основу для этого, повторяюсь, эти наблюдения были у Леона Абгаровича, но я не знаю, читал ли их Феликс Залманович или нет, но, тем не менее, он пошел по этому пути и сейчас потом стал известным ученым во всем мире. Он вынужден был эмигрировать в Америку и основал общество и сам, International Society for Adaptive Medicine. Благодаря ему, в общем, про российскую, советскую адаптационную науку узнали во всем мире. Возвращаясь к Зое Ивановне, чтобы еще один мостик перекинуть в наши дни, я хотела бы рассмотреть вот эту работу, публикованную в военно-медицинском сборнике, о том, как, значит, тренировали испытуемых слушателей ВМА в барокамере для того, чтобы повысить их устойчивость к гипоксии. И разделили всех испытуемых на слабых, средних и сильных. И они показали, что 50% лиц приобретают устойчивость, и причем наибольший эффект тренировки наблюдался у слабых. Это на самом деле мостик в настоящие дни, потому что буквально недавно, в последние годы, последние десятилетия, этот вопрос был детально исследован нашим известным российским ученым Людмилой Дмитриевной Лукьяновой в ее работах на низко-высокоустойчивых животных, было показано, что действительно у высокоустойчивых животных у них уже адаптивные реакции на гипоксии не запускаются, в частности, не индуцируется, вот не активируется гипокси-индуцибельный фактор, хив. А у низкоустойчивых как раз происходит выраженная индукция, благодаря чему запускаются реакции, которые позволяют повысить устойчивость. То есть реакции толерантности к последующей тяжелой гипоксии. То есть, опять же, ниточка от Зои Ивановны в настоящее время привела к такому замечательным результатам, очень интересным. Они опубликованы в недавней монографии Людмилы Дмитриевны. Вообще, надо сказать, что, как и Зоя Ивановна, Людмила Дмитриевна вела очень большую научно-организационную работу. Сейчас ей 91 год. Она уже немножко, так сказать, продолжает работать, конечно, но не так активно, но она создала и возглавляла Межведомственный научный совет по проблемам гипоксии при Президиуме РАМ и Минздраве. Он просуществовал вплоть до присоединения РАМ к Большой Академии. И она также каждые три года проводила конференцию проблемы гипоксии, на которой собирались специалисты, обсуждали все эти проблемы. И, конечно говоря, об использовании гипоксии для как протективного воздействия благоприятного нельзя не сказать об Алексею Ярославовичу Чижове. Ну, собственно говоря, это известный очень тоже ученый и медик, который ввел в практику медицинскую гипокситерапию, используя гипоксических тренировок с применением различных гипоксикаторов. Как он пришел к этой мысли? Ему первому пришло в голову, что гиповарическую гипоксию можно имитировать вдыханием газовых смесей с определенным содержанием кислорода. Проанализировав литературу, он понял, что на 5 километрах наиболее вырожденные адаптивные реакции запускаются. И тогда он создал гипоксическую газовую смесь с 10% кислорода. Это так называемая знаменитая БГС-10. И, в общем, до сих пор эффективность вот этих протоколов, созданных Чижовым и разработанных и его соавторами, они до сих пор эффективны. И, к сожалению, после перестройки к этому вопросу интерес упал, к сожалению, но сейчас он возрождается. Я надеюсь, что к этому все вернемся. Что сейчас? Немножко, пару слов. Экстремальная физиология медицины в Военно-медицинской академии сегодня. Кафедра, созданная Михаилом Павловичем Брескиным, ныне ее возглавляет Андрей Александрович Благинин. И они продолжают те же исследования с использованием барокамер. И в подтверждение приведу лишь недавно защищенную в феврале 2021 года диссертацию о влиянии индивидуальных особенностей личности на переносимость гипобарической гипоксии в барокамере. То есть, в принципе, это вся та же тематика, которой занимался Леон Абгарович и его коллеги. Кроме этого, продолжается физиология подводного плавания на кафедре соответствующей. И, конечно, на кафедре нормальной физиологии, Павловской и Арбелевской, тоже продолжают исследования по гипоксии, по вдыханию различных гелиокислородных смесей и так далее. Собственно говоря, все живет и продолжается. Про вас самое интересное. Значит, ну, конечно, ваша лаборатория... Простите, если я чего-то не знаю и что-то не скажу, но как бы буду признательна, если вы меня поправите. Конечно, стопроцентное попадание вот в эту тематику и в науку, и в то, чем занималась Зоя Ивановна, это в исследованиях лаборатории сравнительных эколого-физиологических исследований Святослава Иосифовича Сорока. Мы, к сожалению, я не имела счастья с ними сотрудничать, но, разумеется, их работы известны, ну, не только мне, а широкому профессиональному сообществу. Лаборатория сравнительной физиологии и патологии центральной нервной системы. Много лет мы сотрудничали, когда ее возглавлял Игорь Александрович Журавин, к несчастью, безвременно покинувший нас. И сейчас с Дмитрием Сергеевичем также продолжаем взаимодействие, мы даже делим одного общего сотрудника, Наталья Николаевна Наливаева, которая сегодня с нами в Зуме. Ну, и лаборатория сравнительной биохимии ферментов, которая была создана Зоей Ивановной Барбашовой, потом несколько поменялась тематика лаборатории, но мне приятно было узнать, что сейчас Николай Васильевич возвращает вопросы, связанные с гипоксией, и планирует как бы немного сблизиться с теми исследованиями, которые проводила Зоя Ивановна. И в нашем институте, если мы говорим об экстремальной физиологии в понимании Леона Абгаровича, то есть который не включал психоэмоциональные стрессы, то в институте Павлова занимается наша лаборатория проблемам гипоксии. В частности, мы используем методики акклиматизации к преэльбрусью в медико-биологической станции, мы используем барокамерные различные воздействия гипоксии. И кроме этого, значит, нами было показано, что разработана методика повышения устойчивости гипоксии мозга и всего организма путем определенных воздействий умеренной гипобарической гипоксии в определенном режиме. Кроме протективных, нейропротективных эффектов еще на обезьянах мы наблюдали также много, так сказать, побочных эффектов, которые также очень благоприятны. Кроме этого, используется модель дистантного кондиционирования конечности ишемического, которое также повышает устойчивость организма и к гипоксии, и к психоэмоциональным стрессам. Мы исследуем различные механизмы реакции на тяжелую повреждающую гипоксию, приводящую к апоптозу, и реакция на прекондиционирующую адаптивную гипоксию, приводящую к нейропротекции и адаптации. Вот наша лаборатория. Познакомьтесь, пожалуйста. Она создана профессором Михаилом Олеговичем Самойловым в 1986 году на базе двух лабораторий. Лаборатория метаболизма липидов и лаборатория функциональной нейрохимии, созданная Георгием Михайловичем Владимиром в нашем институте в 1958 году. Такая преемственность. И в заключение мне хотелось бы сейчас остановиться на словах Леона Абгаровича, которые вдруг в последнее время как-то с определенным резонансом я восприняла в связи с тем, что вот у нас с вами, с вашим институтом, есть замечательный проект НЦМУ, который мы получили. И вот с тех пор, как мы его получили, слова Леона Абгаровича я стала воспринимать по-другому. Если несколько лет тому назад, читайте, до НЦМУ, я мог спокойно сидеть в лаборатории и заниматься разработкой тех вопросов, которые меня интересуют, то сейчас я стою перед необходимостью каждый день отвечать на все новые и новые вопросы. Буквально не проходит дня, чтобы мне не было предъявлено новых требований со стороны нового строительства нашей жизни. Я думаю, что Александр Олегович тут со мной согласится. Михаил Леонидович, да. Ну вот я призываю нас воспринимать вот эти вот запросы ежедневные вот так же, как их воспринимал Леон Абгарович, то есть конструктивно и позитивно. Благодарю за внимание и особая благодарность Елизавете Иосифовне за предоставление. Не мне, это Людмиле Владимировне. Хорошо, я просто не знаю, я получала от вас. В общем, коллеги, большое спасибо за сканы и публикации Зои Ивановны Барбашовой. Большое спасибо. Большое спасибо, Елена Александровна. Я от себя добавлю, что действительно, ну вот с целью восстановления исторической справедливости еще следует упомянуть группу Владимир Васильевича Демченко, которая занимается вопросами гиперпатической физиологии Ольга Алексеева и Сергея Желяев, ну и там до недавнего времени профессора Ветыш. Ну, коллеги, у нас, в принципе, предусматрирован был, так сказать, формат вопросов, правда мы сейчас сильно из графика выбиваемся, но для восстановления справедливости, поскольку вопросы были обещаны, Елена Александровна, то если есть таковые, то можно задать. Я благодарна за дополнение Михаила Леонидовича, потому что я вот, честно говоря, не успела так, в общем, этим вопросом заняться, действительно, что я пропустила какие-то разработки, хотя, в общем, Александра Николаевича я, безусловно, знаю, он очень известный специалист в этой области, но я просто немножко заблудилась в его аффилиациях, и я не поняла, что он относится сейчас к вашему институту или нет. Поэтому я вот вас предупреждала, что я на полноту предоставления информации не претендую. Вот это был момент, видимо, из этой области. Все получилось прекрасно. Так, дорогие коллеги, давайте еще раз поблагодарим Елену Александровну. Спасибо, очень интересно. Спасибо.